16 мая российские войска обстреляли больницу в Севердонецке. Открыли огонь по медучреждению, где в тот момент проходили лечение мирные жители. Вследствие обстрела начался пожар. К счастью, никто не пострадал. Больница продолжает работать, несмотря на сильные бомбежки, отсутствие воды, света и газа в городе. Достаточно попаданий есть в здание, корпуса. Часть корпусов разрушена. Детско-соматический корпус, педиатрия разрушена. Попадание по пищеблоку к латерическому объекту – это неправильно. Это неправильно, когда обстреливают больницы, школы, храмы. Это неправильно. Поэтому к этому привыкнуть невозможно. До войны стационарное отделение больницы было рассчитано на 640 коек. На прошлой неделе тут было развернуто еще около 300. Часть из них в коридорах для лежачих больных, часть в палатах на нижних этажах для пациентов, которые могут самостоятельно передвигаться. После того, как российские войска повредили последний корпус из 10 существующих, тут могут обеспечивать теперь только до сотни койко-мест. Сегодня в больнице есть корпус, который принимает пациентов. Они лечат нас в стационаре. Вот одна из палаток, где, собственно говоря, люди проходят полный курс лечения. Их лечат. Есть врачи, есть медперсонал, есть лекарства. Это наши девочки. Врачи есть. Есть всех профилей, да, многие уехали. Очень много, но остались врачи. Около 10 врачей и общая сложность около 50 медработников осталось на своем рабочем месте. Некоторые здесь и живут. То есть они переехали с семьями. Супруга помогает супругу и так далее. Все корпуса больницы побиты. Практически во всех повреждена крыша, что делает здание непригодным для дальнейшей эксплуатации. Здесь лечились раньше детки, да. В военное время все детки сидели в подвале, рисовали, читали книжечки. Когда вот это случилось, никто из детей не пострадал. Медперсонал тоже стали свежим и здоровым. Сейчас мы всех эвакуировали. И медперсонал, и деток, кого вылечили, кто с родителями эвакуировался. Сейчас детей у нас в больнице есть. Многомиллионное оборудование для лечения ковида уничтожено россиянами. Прямое попадание в крышу и пожар. Да, она очень дорогая, очень современная. Все это покупалось, она тут регулируется автоматически, поддерживается автоматически давление. Но все осталось что-то из этой автоматики. Здесь стояла точно такая же установка, но ее уже больше нет. А перед вами инфекционное отделение тоже специализировано. С отдельными боксами, с отдельными входами было для инфекционных больных, чтобы они не в целом по отделению ходили, а заходили через отдельные боксы. Все было для этого оборудовано. Но все трудности в больнице стараются преодолевать. Операционная работает за счет генераторов, а для пациентов на кухне готовят полноценную еду. Каска, мойки, все, все, все работает. Даже что-то варим, воду, воду, подогреваем, подогреваем, подогреваем. Сюда поступают пациенты, здесь им оказывают первую помощь. Оборудованные палаты. Сегодня гражданские медики работают совместно с военными. Задача у всех одна – спасти жизнь украинцев, которых пытаются убить российские войска. Мы проводим эвакуацію постраждалих цивильного населення за своими ресурсами. То бишь, мы уже зараз просто, как говорится, разделяем потоки військовых окремо, а на цивильных, как поступают, також готуем окремо наш автомобиль и також их отправляем. Наша задача – спасти им життя. Вот мы спасли життя, зупинили кровотечу, сделали там, ну, выдали осколки, и потом мы их, извините, наша задача – максимально швидко эвакуировать людей в безопасное место. Последние два дня оккупационные войска намеренно обстреливают больницу в Северодонецке, добивая раненых и забирая возможность для их спасения. Во временном областном центре Луганщины сегодня самая сложная ситуация. Россияне пытаются захватить город и стягивают к его околицам все силы. В близлежащих селах идут ожесточенные бои. Чтобы сдержать противника, вооруженные силы Украины подорвали железнодорожное сообщение между Северодонецком и Рубежным. Также они пытаются сдержать агрессора в Белогоровке, откуда те пытаются захватить трассу жизни Лисичанск-Бахмут и отрезать регион от сообщения со всей остальной Украиной. Редактор субтитров А.Семкин